Саратов православный Здравствуйте! Вы смотрите Саратов православный. Истории, традиции, современности, православной жизни граждан. Сегодня мы продолжим рассказ о Духсошественском кафедральном соборе. Этому храму относительно повезло. За его полуторавековую историю не случалось ни пожаров, ни полных разрушений. Но в советское время собор, как и многие церкви, был закрыт. Восстанавливать его начали в 40-х годах. Вместе с убранством в храм вернулись и настоящие реликвии. В 19 веке Духсошественская церковь была самой обычной. Построена в рабочем квартале у горной части Саратова. Тогда, вблизи Соколовой горы, не было ни одного храма. Духсошественский собор – один из немногих, который не сильно пострадал от разрушений в советское время. Когда в 1948 году храм вернулся в епархию, внутри лишь обновили настенные росписи. А вот убранство собирали по крупицам. Ничего абсолютно из старой утвари в этом храме не было. Все приходилось собирать. И в нашем храме вы можете увидеть когда-то семейные иконы, родовые иконы, купцов, мещан каких-то, которые приносили эти иконы в память о своих родственниках. Постепенно храм вернул былое великолепие, как и прежде в храме Три престола. Главный – в честь сошествия Святого Духа на апостолов, в правом пределе – во имя святителя и чудотворца Николая, в левом – в честь иконы Пресвятой Богородицы Знамения. В обоих пределах были полностью отреставрированы алтари. Славится Духсошественский собор и своими святынями. Из Краеведческого музея нам передали мощи, которые когда-то находились в большой иконе. Это мощи святителя Никифора Патриарха Цереградского и преподобного мученика Стефана Нового. Вот в этом ковчеге вы видите две частицы этих мощей. Это единственные святыни, которые связывают нас с храмом дореволюционной эпохи. Еще один ковчег с мощами радонежских святых появился в соборе позже. В нем собраны мощи разных святых, которые жили как в глубокой древности, так и в относительно близкое нам время. Из наиболее известных – мощи преподобного Максима Грека, святителя Тихона, патриарха Всероссийского, а также святых князей Петра и Февронии. С 2003 года в нашем храме находится большой мощевик Киев-Печерских святых. В нем представлены мощи самых разных святых, как ближних, так и дальних пещер, заменитого Киев-Печерского монастыря. И еще одна реликвия храма – икона святителя Митрофана Воронежского с частицей его святых мощей. Все ковчеги всегда выставлены у алтарной части главного престола и доступны для прихожан. Духосошественский собор с 2001 года пребывает в статусе кафедрального. После большой реконструкции фасадов преобразилась и прихрамовая территория. Вокруг зацвели сады и розарии. 27 июня из Саратова в крестный ход отправилось более 300 паломников. Почти за месяц предстоит пройти 500 километров. Это все равно, что пешком пересечь Израиль с юга на север. Их цель – святой источник. О святом месте Вавилов дол и о том, почему туда каждый год приходят сотни верующих в нашем сюжете. В это утро у храма Георгия Победоносца, что в Солнечном, собралось много прихожан. Внешне пришедшие скорее напоминали туристов. Большие рюкзаки, пенки и удобная обувь. Однако эти люди не любители туристической романтики. Здесь – паломники. 27 июня более 300 верующих отправляются в нелегкую дорогу в Вавилов дол. Это 500 километров от Саратова. Перед началом крестного хода люди молятся и причащаются. После божественной литургии прошел молебен святым царственным страстотерпцем. Икона с новомунчениками российскими останется с паломниками до окончания крестного хода 17 июля. Крестный ход является прославлением царской семьи и всех новомунчеников, кто пострадал за веру в 20 веке. К месту особого молитвенного почитания ежегодно стекаются тысячи верующих со всей России. В пещерах Вавилова дола в 20-х годах жили монахи. Но в начале советских репрессий входы в подземный монастырь взорвали. Часть иноков и старцев расстреляли. Крестный ход к святому месту проводят с 2000 года. Несколько лет назад начальную точку маршрута перенесли из Балакова в наш город. Мы изменили маршрут. Маршрут у нас идет теперь по многим районам области. Паломник обязательно сопровождает скорую помощь и обязательно сопровождает ГАИ. У нас очень много детей, у нас с нами очень много пожилых людей. Возраст и болезни для паломников не помеха. Среди верующих есть дети и пенсионеры. Совершить духовный подвиг Наталья Музафарова приехала с 4-месячной дочкой Верочкой. Поначалу короткими отрезками ходили 11 километров от Ивантеевки до Вавилова дола. В прошлом году решились на полный путь со средней дочкой Василисой, а сейчас еще и с малюткой. Почти месяц семья Музафаровых будет жить в полевых условиях. В багажнике их машины, на которой не специально для крестного хода приехали из Подмосковья, только самые необходимые вещи. Во-первых, спальные принадлежности, то, что понадобится теплая одежда, вещи для ребенка собирали отдельный рюкзачок, памперсы в упаковке. Точное число паломников сосчитать невозможно, ведь не все идут от начала до конца пути. Многие присоединяются к колонии на несколько дней, кто-то сопровождает православных всего пару часов. Здесь цель не в количестве проведенных в пути дней, а в преодолении себя и отказе от благ ради Бога. А креститься многим с детства знакома эта традиция, даже если в семье не было верующих. Но вот почему обряд посвящения в православные христиане называется таинством и как к нему готовиться, расскажет наш следующий сюжет. Каждый участвующий в жизни православной церкви должен пройти через таинство крещения. Этот обряд совершается единожды. Начать новую жизнь с Богом можно в любом возрасте, хотя ряд пожеланий у церкви все же есть. В психовной традиции, уже по древней даже, которая идет с Ветхого Завета, именно крестить желательно именно церковный день. Таинству крещения предшествует чиноглашение. Священник читает над ребенком особые молитвы, запрещения. Далее крещаемые и крестные отрекаются от сатаны и сочетаются с Христом. Сочетались ли все Христу? Сочетались. И веруете ли ему? Верую веку. Батюшка благословляет воду, в которой будут крестить ребенка, осеняет ее крестным знамением. С греческого крещения в актисис переводится как погружение. Крещаемого трижды погружает в купель во имя Отца, Сына и Святого Духа. В это время крестный одного пола с крещаемым готовится принять ребенка. На малыша надевают новую рубашку и крест. Крестильная рубашка напоминает нам своим цветом, что она белая, что это символ чистоты, потому что в таинстве крещения очищаются все грехи, вольные или невольные. Следующий этап крещения – миропомазание. На человека сходит Святой Дух, укрепляющий его в духовной жизни. Новокрещенный крестный священник трижды обходит вокруг купели в знак духовной радости соединения со Христом для вечной жизни на небесах. Крестообразное пострижение символизирует покорность раба Божьего перед Всевышним. На этом таинство крещения завершается. Таинство – это любое священное действие, где непосредственным совершителем его является сам Господь Бог. Таинство совершает не сам священник. Обычно сразу же за крещением следует воцерковление, первое посещение новокрещенным храма. Мальчиков священник проносит через алтарь, девочек в это священное место не допускают. Крещение обязывает человека соблюдать заповеди, вести праведную жизнь. Помогают не сойти с христианского пути малышам крестные. Тот, кто согласился стать крестным, должен осознавать, какая ответственность на него возложена. Нужно сопровождать ребенка всю свою жизнь, помогать ему, молиться за него. Новокрещенный облегся во Христа, умер для греховной жизни сатаной и воскрес для жизни новой вместе с Богом. В день духовного рождения малыш обрел ангела-хранителя, который навсегда будет оберегать и защищать православного христианина. Трехлетний Андрей Свериденко не может ходить и сидеть. С трудом выговаривает простые слоги. Врачи уверены, без посторонней помощи ребенок не сможет развиваться. 1 августа семья Свериденко запланировала двухнедельную поездку во Львовский межрегиональный центр реабилитации доктора Подко. Такое кратковременное, но невероятно продуктивное лечение стоит 56 тысяч рублей. Причем найти эти деньги нужно в кратчайшие сроки. Семья надеется, что собрать необходимую сумму им помогут жители нашего города. Помогите маленькому ребенку, не будьте равнодушны к тяжей беде. Андрей стал одним из участников благотворительного марафона «Время ангелов», который устроила общественная организация «Где ты мама». Каждый четверг в торговых центрах известные люди Саратова на несколько часов станут ангелами, соберут вокруг себя неравнодушных к детским проблемам. Стать ангелом-дарителем и оказать пассивную помощь нуждающимся может каждый желающий. Акция «Время ангелов» становится традиционной. И мы очень хотим, чтобы все саратовцы объединились и помогли нашим маленьким ребятишкам не просто выжить, а именно жить. С любой бедой легче справиться сообща. Объединив усилия, действуя не поодиночке, мы можем спасти жизнь многих детей. Судьба этих малышей зависит в том числе и от каждого из нас. Вы смотрели «Саратов православный». Увидимся в следующую пятницу. «Саратов православный»